Здравствуйте, мои уважаемые слушатели и зрители! Продолжаем разбираться с компетенциями выпускника о направлении подготовки 150302 технологические машины и оборудования. В предыдущем видео мы рассмотрели общекультурные компетенции, а в этом видео я расскажу вам об общепрофессиональных компетенциях, так называемые ОПК. Что значит общепрофессиональные компетенции? Это те компетенции, которые являются базой для освоения профессиональных компетенций, профессиональных навыков, что без этих общепрофессиональных компетенций вы не сможете дальше постигать более сложные специализированные дисциплины, которые у вас будут на третьем и на четвертом курсе. Что включает в себя общепрофессиональные компетенции? ОПК-1 – это способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий. Одновременно в одной компетенции и образовательные, и информационные технологии. То есть, во время обучения в ВУЗе вы приобретаете такие навыки, знания и умения, которые позволяют вам выбрать те информационные технологии. То есть, это работа с интернетом, это работа с компьютером, это работа с какими-то удаленными базами данных, или с удаленными собраниями технической или общепрофессиональной литературы, и получения образования с их помощью. И тут важно отметить такое слово, как с большой степенью самостоятельности. То есть, не то, что вы ходите на занятия, лекции, практические, лабораторные. Вы, кроме этого, занимаетесь самостоятельно. И для вас аудиторные занятия являются только лишь частью. То есть, таким магистральным направлением дают вам магистральное направление для ваших занятий. А большую часть вашего образования вы приобретаете самостоятельно путем похода, допустим, в библиотеку, изучения книг, журналов, в поиском информации в интернете, с помощью информационных технологий. Компетенция ОПК-2. Это владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером. То есть, за время обучения в ВУЗе вам следует приобрести такие навыки, не только уметь включать и выключать компьютер, но и знать, с помощью каких программ вы можете сделать ту работу, которую вам необходимо сделать. Такая тавтология немножко. Когда вы придете работать на производство, вам ваше руководство будет давать задание и объяснять и говорить, какой результат оно хочет от вас получить, как от специалиста. Вы, зная тот результат, который от вас требуется, и суть работы, которая от вас требуется, вы выбираете самостоятельно тот программный продукт, ту компьютерную программу, с помощью которой вы будете решать эту задачу. Например, в какой программе чертить чертеж, в какой программе делать презентацию, в какой программе делать пояснительную записку, в какой программе делать расчет. Все остается на ваше усмотрение. То есть, достаточные навыки для профессиональной деятельности. Вот на это важно отметить. То есть, от вас у вас не будут спрашивать о том, как вы хорошо умеете играть в доту или в солидер, потому что вы учитесь на инженеров, а не на игроков компьютерных. Вас будут спрашивать, какими программами. И от вас будут требовать на предприятиях владеть именно теми программами, которые необходимы для выполнения производственных задач. Компетенция ОПК-3 Знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии, с использованием традиционных носителей информации, распределенных баз данных, а также информации в глобальных компьютерных сетях. Давайте начнем с вот этого предложения. Внутри этого большого предложения. Это умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии. Под этим подразумевается, что вы умеете пользоваться облаком, то есть это удаленное хранилище данных, вы умеете туда закачивать информацию, вы умеете оттуда скачивать информацию, вы умеете регистрироваться в облаке, вы умеете в этом облаке находить, допустим, какой-то чат и общаться с теми специалистами, которые там уже зарегистрированы по тем вопросам, которые вам необходимо решать в рамках своей профессиональной деятельности. У нас существует несколько таких. В интернете существует достаточно много популярных сервисов для удаленного общения в профессиональной среде. Одно из них это Трелла, например. Есть средства ОВУ, это с помощью специальной компьютерной программы происходит общение. Также известны вам, допустим, Skype, Viber, WhatsApp. Кроме этого, достаточно распространено использование Яндекс.Диска и облаков Google и облаков Mail.ru для хранения и передачи файлов внутри организации. Также в той организации, в которой вы будете работать, вполне возможно, будет самописная система для внутрикорпоративной коммуникации. Такие самописные системы могут позволить себе достаточно крупные организации. Представьте, что с количеством работников от тысячи человек. Необходимость в таких самописных системах возникает из-за того, что открытые системы могут повлечь, работа в открытых системах, которые я выше обозначил, может повлечь за собой утечку информации, которая нежелательна, потому что это снижает конкурентность способности этой организации. Далее, что еще необходимо знать? Необходимо знать, какие есть методы, способы, средства получения информации. Какие вы можете использовать методы, средства для получения информации? Это, во-первых, личный диалог с коллегами. Это получение информации из интернета в открытом доступе. Получение информации путем покупки какой-то информации, допустим, научных статей или публикаций, отчетов, допустим, таких организаций, как McKinsey, таких организаций, как Deloitte. Это достаточно крупные международные консалтинговые агентства, которые делают так называемые ресерчи, то есть исследования по какой-то тематике. Если в вашей работе это необходимо, то вы можете такие исследования приобретать и их тоже использовать в своей работе. Далее, компетенция ОПК-4. Понимание сущности и значение информации в развитии современного общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать, оформлять информацию в доступных для других виде. Начну с последних слов. Это оформлять информацию в доступных для других виде. Когда вы учитесь в университете, вам информация предъявляется в нескольких разных вариантах. Это текст, это графики, это рисунки, чертежи, эскизы, таблицы. Но когда вы учитесь в университете, то вы приобретаете навыки работы с каждым из этих типов информации. Другие люди, которые, возможно, не учились в университете, которые закончили только средне-специальное образование, или получили только школьное образование, они имеют ограниченные способности при работе с вышеназванными типами информации. Чаще всего люди менее образованные, они могут хорошо воспринимать только какие-то визуальные образы, то есть картинки. И, соответственно, для коммуникации с такими людьми, или же для коммуникации со специалистами из других областей, не технических, допустим, экономистами, юристами, лучше преобразовывать информацию в графический вид. И представлять это в виде, допустим, презентации. Таким образом, чтобы эта информация стала доступной для других, для понимания другими. Приведу такой пример. Вы технарь, вы учитесь на технической специальности, но представьте, что вам попался для изучения текст из медицинской тематики. Тексты медицинские – это достаточно сложные, узкоспециализированные тексты, доступные небольшому количеству людей для понимания. Ну, скажем так, для небольшого количества людей это, скажем так, менее одной сотой доли процента от всего населения земного шара. И когда вы начинаете читать этот текст, то вы не понимаете этот текст. Вот представьте, что ваш технический текст, который вы написали, попадается, допустим, в гуманитарию, историку или, допустим, философу. Сможет ли он его понять? Так же, как вы понимаете этот текст? Скорее всего, нет. Именно для этого вводится вот эта компетенция ОПК-4, чтобы вы могли в первую очередь понимать сущность информации, которая у вас есть, в первую очередь технической информации, а потом эту информацию вы интерпретируете и оформляете в виде доступных посылов, доступных слайдов, доступных картинок для других людей. Это достаточно важный навык и важная способность. Далее. ОПК-5. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Стандартные задачи для направления подготовки 15.0.3.0.2 технологические машины и оборудования такими стандартными задачами будут Это подготовка чертежей, схем технологического оборудования, подготовка эскизов, расчеты на прочность, устойчивость, изгиб, кручение, прочность, расчеты производительности, мощности оборудования, расчеты деталей и узлов, подготовка поискательных записок, к вашему проекту техническому. Соответственно, для того, чтобы вы могли решать эти стандартные задачи, которые я выше описал, вам необходимо хорошо владеть информационными технологиями и уметь работать с библиографическими записями. Сейчас идет большая работа по переводу книг и журналов и каких-то ГОСТов, стандартов в электронный формат, но пока еще достаточно большое количество литературы, которая издана была еще в советское время. Допустим, техническая литература по деталям машин, по сопротивлению материалов, по инженерной графике, она еще все еще актуальна, несмотря на то, что она была издана 50 лет назад, она все еще актуальна и может использоваться вами в вашей технической деятельности. Происходит перевод этой литературы в электронный формат, создание различных родов программного обеспечения для расчетов детальных машин, для расчетов сопротивления материалов, для расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств, создание приложений для сотовых телефонов, но пока это идет очень медленно. И необходимость использования литературой, и необходимость понимания того, как работает библиотека, и каким образом оформляется библиографическая информация. Это важно пока для вашего обучения. Со временем, конечно, это все перетет в электронный формат, и вы сможете путем простого человеческого запроса к поисковой системе получить ту информацию, которая вам нужна. Сейчас этому необходимо учиться. Учиться работать с такой информацией. Поэтому есть такая компетенция, как ОПК-5. На этом я закончил изложение общепрофессиональных компетенций. Следующие лекции будут это профессиональные компетенции выпускника. Мы остановимся на них несколько подробнее. Лекция будет достаточно длинная, наверное, минут на 40. И еще одна лекция, одна из следующих лекций будет это прикладные компьютерные программы для специалистов в направлении подготовки 150302 технологические машины и оборудование. Подпишитесь на мой канал. Чтобы иметь возможность получать уведомления о том, когда я выложу новые видео, после подписки поставьте колокольчик и поставьте колокольчик и вы будете получать уведомления о том, когда я выложу новые видео. Я планирую наполнять этот канал еще большим контентом, большими видео о технологических машинах и оборудования и пищевой промышленности. Рассказывать о том, как оно работает, какие процессы внутри протекают, как оно устроено, чтобы давать вам все больше и больше возможностей учиться, не выходя из дома, чтобы вы могли, посмотрев эту видео лекцию и задав мне вопросы, если они возникают. Да, не стесняйтесь задавать вопросы, если вам что-то непонятно, пишите в комментариях под этим видео, чтобы вы хотели узнать, а какой процесс или какое оборудование разобрать для вас более важно, быстрее, чтобы я побыстрее разобрал, я это, конечно, для вас, я это сделаю. Спасибо за внимание и желаю вам всяческих успехов в вашей профессиональной деятельности.